здравствуйте друзья мое новое приобретение моя мельтония sunset о которой я вам говорила вот такое вот чудное очень прекрасное очень красивое растение с довольно таки крупными цветами сейчас я вам покажу на своей руке вот видите довольно таки крупные цветы на сегодняшний день и нюхала она не пахнет ну может быть просто что эти бутоны уже были цветы эти раскрывшиеся и орхидея перенесла стресс и она не пахнет хотя во всех источниках пишут что мельтония sunset имеет запах посмотрим у нее есть вот еще не распустившиеся бутоны есть еще одна стрелочка сейчас где она вот она вот еще одна стрелочка у нее растет от другой псевдобульбочки возможно если она не сильно стрессанула то она распустит оставшиеся бутоны это знаете как играла банк повезет или нет орхидея могла перенеся стресс переездки переезда она может и не распустить эти бутоны но буду очень сильно надеяться что все-таки она зацветет во всей своей красе орхидея была упакована такой целлофановый пакет упаковочный как обычно продают магазине видно сильно трусанула машину или перевернулась коробка в которой она была поэтому когда ее достала она была вся в рассыпавшимся грунте вот мне пришлось засунуть этот вот поставить вот этот вот горшочек целлофановый пакет вот так вот прикрыть перевернуть ее вверх тормашками и аккуратно вытрушивать и грунт вот отсюда в пазух там еще и осталось мы не вытрусилась хорошо он видите вот этот грунт на цветоносе точно также вот еще осталось вот это вот сейчас я все то что вытрусила хорошо но все остальное я буду аккуратно доставать с помощью ватных ушных палочек щеточки буду аккуратно доставать весь этот грунт из пазух потому что это чревато последствиями в дальнейшем при уходе на этот грунт будет попадать вода будет задерживаться влага и пойдет процесс загнивания псевдобульбы поэтому всегда я всегда стараюсь очистить листья пазухи полностью все очистить от лишнего мусора в дальнейшем я возьму ватный тампон хлоргексидин и хорошо протру ей листья орхидея мельтония имеет листья светло-зеленого цвета ну вот на моей например смотрите на моей новой имею ввиду вот видите вот есть такие полосы светлые по листу и здесь и здесь здесь тоже есть но не настолько ярко выражено вот здесь вот два светлых пятна вот из чего я тешу себя надеждой что все-таки эти полосы на этом растении что это результат сильно интенсивного света что это ничего страшного это как точечный ожог потому что вот это вот это явно выраженный ожог либо от солнца либо от фитоламп под которыми она находилась и листья у нее довольно таки светловатые ну будем наблюдать никакими фунгицидами ее обрабатывать не буду пересаживать на сегодняшний день я ее тоже не буду она довольно таки здоровая никаких гнилостных процессов от резома я не вижу кроме вот этой вот старой псевдобульбы но она тоже она не мягкая она просто высохшая это детская бульба которая дала рост вот этой псевдобульбе от нее пошла вот эта псевдобульба которая по всей видимости цвела в прошлом году а уже эта псевдобульба дала мало два молодых роста вот этот и вот этот которые на сегодняшний день зацветут как я понимаю после цветения этих двух псевдобульб это этому растению нужно дать неделю 2-2 отдохнуть то есть немножко снизить полив как бы просушить но не полностью потому что корни мельтонии они не должны находиться в сухом грунте это влаголюбивое растение ее нужно поливать умеренно но чтобы грунт был постоянно влажным не мокрым а влажным и тогда от основания должно быть так от основания вот этих двух сейчас цветущих бульб вот здесь вот пойдут здесь и вот здесь вот здесь вот от основания от этой бульбы с этой стороны с этой должны пойти еще по два роста и вот моя задача будет заключаться в том чтобы довести процесс взрывание этих бульб до такого состояния чтобы эти новые молодые росты выросли не меньше чем материнская бульба иначе она может просто не процвести если мои бульбочки вырастут и не процветут а пойдут новые молодые росты то эти бульбы в том году когда они будут раститься скорее всего что уже и не зацветут значит где-то я неправильно ухаживала где-то что-то допустила ошибку боюсь я конечно этих мельтоний они очень капризны в уходе они требовательны одновременно и к свету и к влаге и в то же время мельтонии относятся к тому виду орхидеи которым просто необходимы перепады температур между днем и ночью ну хотя бы 4 градуса не меньше в зимнее время они переносят нормально переносят влажность воздуха 35-40 процентов а в летнее время чем выше влажность тем лучше влажность достигается внесосоздание влажности достигается не опрыскиванием по листу этого делать не стоит потому что у нее не плотно прилегают вот эти вот опоясывающие листочки если будет сюда вот вот сюда выемки попадать влага это сто процентов пойдет загнивание бульбы реанимация мельтоний и мельтонеопсисов это очень сложное занятие она намного тяжелее восстанавливается если сравнивать ее с камбрией камбрию можно вырастить и с одной бульбы а с мельтонии конечно немножко сложновато ну это лично мое мнение не знаю может быть у кого-то это просто а я сужу по себе ну это довольно таки непросто вот такое вот растение влаголюбивое солнцелюбивое не открытые лучи солнца но большое количество света должно быть пересаживать я это растение не буду потому что оно во-первых цветет кто его знает когда оно зацветет в следующем году я буду любоваться этими цветочками никаких вредителей на ней я не обнаружила пока я никакими химикатами ее тоже обрабатывать не буду фунгицидами тоже не буду поливать вот так вот она будет стоять вот так вот блюдце блюдце вот как вы видите сейчас вот видите я пальчиком веду я ее поливаю И вот так вот она и будет поливаться. Блюдце набрало немножечко воды, она выпила. И таких вот два полива, а третий полив будет осуществляться по краю горшка проливом. Почему так? Потому что я больше чем уверена, что под резомой находится торфяной стакан, который высыхает намного дольше, чем кора, которой обложен этот торфяной стакан. Торфяного стакана не видно, я не буду знать, вы сагон или нет, поэтому я поливать ее буду таким образом. Два полива в поддон и третий полив по краю горшка до пересадки. А там, как говорится, будем посмотреть, как оно будет происходить все дальше. Удобрять ее я тоже не буду. Единственное, что вот сейчас, после всех обработок хлоргексидином, я слегка сбрызну ее эпином, антистрессовым препаратом. И все. Пока она не отсветет, а после цветения не отдохнет, и пока не появятся молодые росты у основания псевдобульб, никаких удобрений это растение получать не будет. Мельтониопсисы и мельтонии нежелательно брызгать по листу. Еще раз повторю вам, чтобы, не дай бог, не застаивалась влага. Многие могут сказать, а как же в природе. Мы с вами не в природе, мы в квартире. У нас нет ветров, у нас нет такого движения воздуха, которое есть в природе. В природе, да, в природе идут сильные ливни, очень хорошо увлажняющие орхидеи, но, в то же время, есть и сильные ветра, которые высушивают, тут же высушивают всю ненужную ей влагу. Дома такого сделать невозможно, ну, разве что, если у вас есть хорошие вентиляторы, и вы их целыми днями включаете, вентилируете воздух. У меня такой возможности нет. У меня вентиляция проходит только с помощью открытых окон. Поэтому, зимой я их тоже особо не увлажняю, только держу рядом какие-нибудь подоны, там, или чашечки, баночки с водой. Никаких орошений, чтобы не вызвать загнивание. Вот этих вот всегда бульб. Все-таки, я так думаю, что все-таки это солнечные ожоги, но, не хочется верить, что это может быть вирус, потому что, ну, растение довольно-таки внешне здорово. Ну, в процессе ее жизни все будет видно. Посмотрим, как она себя поведет дальше. Вот многие девочки считают, что мельтония очень легкая в уходе. Я хочу это оспорить, потому что они делают вывод, исходя из того, что буквально проходит 3-4 месяца после их покупки отсветшего растения, и их мельтония выпускает стрелки и дает цветоносы, новые цветы, и не говорят никаких сложностей. Я лично считаю, что это не их заслуга, это заслуга людей, которые заложили эти почки. То есть, цветочные почки у каждого растения закладываются сразу с появлением нового роста. И после того, как появился новый рост, нужно организовать правильный уход для того, чтобы этот цветонос у этого растения развился. А то, что мельтония или мельтониопсид зацветает у человека через 3 месяца после покупки, ну, лично я считаю, что это заслуга людей, которые вырастили это растение. Так вот, моя задача любоваться, пока цветет, затем ждать молодых ростов и сделать все от меня зависящее, для того, чтобы мои молодые росты наконец-то зацвели. Почему я так говорю? Потому что вот мой первый мельтониопсид, он белого цвета, он точно так же засвел через 4 месяца после покупки. Покупала я его абсолютно нецветущим, то есть уже отцветшим. И я точно так же надевала себе ордена и говорила, какая я молодец, я зацвела мельтониопсид. Но, к моему удивлению, сожалению, через год этот мельтониопсид не зацвел. То есть уход был организован неправильно. Он дал молодой рост, но этот рост не зацвел. Вывод, неправильный уход. На сегодняшний день в моем доме теперь 4 разновидности. Вот это белый старичок мой, и я еще купила вот такой вот розовый, розовый мельтониопсид и бордовый. Рисунок на них на всех одинаковый. Вот примерно вот такой, как на этой бирочке. Кстати, в магазинах, когда их продают, тут пишут везде мельтония, но это мельтониопсид. Хотелось мне, конечно, мельтониопсид с иероглифом на губе. Мне не досталось. Достались вот такого вот вида растения. Надеюсь, что в дальнейшем, когда сильно хочется, будет и такой, как хочется. Вот так вот, девочки. Реанимашки потихонечку покидают мой дом. Находят себе новых хозяев. А на их место приходят растения, которые мне очень сильно хочется. Вот, в частности, еще раз покажу вам мельтонио сенсет. Даст Бог, распустятся новые бутоны и она запахнет. Очень хотелось бы услышать ее запах. На этом все, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Буду вам очень благодарна. Здоровья вам! Цветение вашим цветам. Мира и добра в ваш дом. До новых встреч, друзья мои. С вами была Марина. Канал Орхидушки и мы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок.